На самом деле лучше бы был синтол, в том-то и дело, что сделай прогноз, сколько ритейлеров в спортпит, то умрет. Для формирования тела необходим только профицит, но также рассматриваю и теорию, когда потребление калорий повышенное, и именно это вызывает метаболические процессы, чем заменить протеин, если лактоза не усваивается от того совсем. Со временем, когда я тут начинал заниматься, я на плечи делал жимы весом большим, чем жимы от груди. Масло все верно в руках, есть и в плечи кололы, в трицепс, и в жопу. Одно это было, это вертекс был паленый. Ну так, друзья, вам всем привет. Сегодня снимаю видео, ответы на ваши вопросы. Сразу ставить, наверное, вот сюда. Очень надеюсь, что картинка хороша. Масочный режим, как положено, все. По ковиду, короче, все неоднозначно. Я, чтобы вы понимали, маску не ношу, не носил ни одного дня. Не считаю это нужным, спокойно перемещался в кучи стран. Когда началась эпидемия, я был в Казахстане, в Киргизии, в Узбекистане. Все они находятся на границе с Китаем. Я был в аэропортах Москвы за время начала эпидемии раз, наверное, пять. Я был в кучу городов, летал. Ну, короче, я не парюсь. Я считаю, что то, что должны были начать делать сейчас, это начать задумываться о введении в школах предметов по здоровому образу жизни, по культуре питания, по культуре спорта. Этого нет. Все, что у нас кричат, теперь вы ходите в намордниках, теперь вы сидите дома, теперь вы получаете электронные пропуска. Свинство, скотство, преступления. Основные меры, которые были применены к нашему населению. Нравятся часы. Мне тоже нравятся часы. Что по бизнесам? Мамин борщ. Мамин борщ мы давно заморозили. Работал он в плюс, но занимал очень много времени. Для людей, у кого это был бы, наверное, бизнес основной, им бы это было интересно. Но ввиду того, что наш бизнес гораздо более прибыльный, отрывать такое количество объема времени, мы не имели возможности на ведение доставки еды из столовки. Ну, понятно, заморожены, потому что студенты не ходят в институт на учебу. Напитки не пошли. Мы совершили ошибку, сделали большие дозировки действующего вещества. А оказалось, что люди на это не смотрят. Все хотели... То есть людям было интереснее купить за 50 рублей полграмма элькранитина, чем за 80 рублей 3 грамма. То есть именно цена на полке влияет в напитках. Если кто-то будет заниматься этим делом, учтите на наших ошибках. Будет ли перезапускаться? Возможно, но позже. Слава, ты считаешь, может ли данный велосипедий иметь негативный эффект, в частности, давление на простату? Я не только считаю, это и есть. У профессиональных велосипедистов, в принципе, впаление простаты является, скажем, специфическим заболеванием. Тут вопрос, наверное, хорошего сидения мягкого вам нужно, да? Понятно, если вы не гонщик, не велогонщик, то вы можете ездить на мягком, широком сидении. Вы можете, ну, понятно, занимаетесь фитнесом, больше там еще приседать. Это обезопасит вашу простату. От каких-либо проблем. Так, какая-то ерунда, пробка. Сделай прогноз, сколько ритейлеров в спортпит-то умрет. 15%. Предполагаю, у ритейлеров уйдет. Это не скажется на продажах, потому что их объемы заберут другие, либо эти точки выкипят более успешные бизнесмены. К сожалению, так всегда происходит. Кто-то уходит, на фоне этого приходят малые, новые. Поэтому государство, в принципе, плюет на малый бизнес. Причина очень простая. То есть, если полностью уничтожить все рестораны, все кафе, все салоны, продажи телефонов, ремонта обуви, они исчезнут на полгода, на те же самые места продают новые люди, возьмут новые кредиты, запустят новый бизнес. А те, кто раньше там работали, начнут всю жизнь тянуть кабалу возврата долгов, которые были взяты для запуска бизнеса, создания рабочих мест и экономики страны. Именно по этой причине государство никаким образом не заинтересовано. Все не заинтересовано. Оно не хочет поддерживать малый бизнес, потому что он сам по себе оживет заново. Будут ли веганские протеины в продаже, кроме соева? Интересует как самочувствие. По веганскому отдельный ролик я обещал. Употребляешь ли ты алкоголь? Если да, то какой? Редко, мало. Крепкое не люблю. Могу выпить по необходимости по работе. Если из того, что нравится, светлое нефильтрованное пиво. Вроде Францис Кайнера, нравится Угарден. Вот так. Нравятся коктейли всякие, типа Пинаколада. Но это очень много калорий, сахара. Нравится, но не пью. То есть нравится, но не пью. Вот. В таком формате. Негативного отношения к алкоголю у меня как такового нет. Я не знаю, почему я должен его не любить. Адекватно отношусь. Не люблю людей, которые перепивают. Не люблю людей, которые ведут себя невоспитно под водительным алкоголем. Но виноват тут не алкоголь, а люди. То есть у меня поэтому нет вопросов никаких к алкоголю. В целом, как к бизнесу. Замечательный. Замечательный бизнес, акцизы, хорошая пополняемость и бюджетная. И люди могут туда посидеть, отдохнуть. Вопрос уже воспитания людей. К алкоголю вопросов у меня нет. Очень мало толковой инфы о гармошке. Кому надо, кому не надо. Какие анализы нужны, кроме уровня самотропины. Идот у меня есть, он про гормон. Хорошие отзывы собрал. Можно на канале полистать. По анализам вопрос вообще интересный. На самом деле, я на СТГ вам анализ тоже зачем. Он же показательный. Он ни о чем не говорит. Там 15 или 30 будет значение. Не имеет значения никакого. Просто показательный, что да, гормон роста повысился. Желательно перед этим сдать еще нулевую отметку. То есть до инъекции. Чтобы понимать вообще, какой у вас свой уровень базовый. И ПФР тоже. Ну, да он должен расти. Но там тоже забавный момент. Если он уходит в космические значения, может у вас вообще биодоступность нулевая. И поэтому ПФР в крови высокий. А воздействия на тело не будет. То есть все вещи нужно комплекс смотреть. Комплекс посмотреть и разбирать со специалистом. Стоит для людей негативные последствия от тех, кто анализирует. Целеусвоение гидролизата концентратом в этой смеси. Нет, никаким образом. Спокойно можете пить 60 грамм протеина за раз. И все замечательно у вас будет усваиваться. Но рекомендую вам рассмотреть изолят генетика. Потому что у меня есть подозрение, что наш изолят будет по составу. По составу аналогичен вашему импортному гидролизату. Да, это так. Можете посмотреть. Смотрел бой Фергюсон Гэджи? Нет, не смотрел. Не смотрю бои. Не очень мне это интересно. Огромное длинное сообщение. Просто. Выйду когда на трассу, включу автопилот. Если что, штука с автопилотом просто космос. Обалдеть. Я когда был на сушке, готовился на Шан Родена. Такой уж ты вяленький. Нажимаешь одну кнопку, машина сама поворачивает. Сама тормозит, сама разгоняется, трогается. То есть настолько это спасает от аварийно-опасных ситуаций. Если бы все были тачки снабжены такими системами, мне кажется, ну только бы конченные придурки попадали в аварии, которые бы создавали ситуации сами. Причем активно. То есть даже ты, когда хочешь что-то там, наверное, при попытках размотаться, машина за тебя подумает и сделает все по красоте. В пробке удобно. Кнопку нажала, она сама себе едет, сама останавливается. Но там нужно иногда подруливать, потому что смещения небольшие. Машинка допускает. Отталкивается от полосы только когда вы уже колесом наехали. А слежение работает прям по центру, чтобы ехала уже на скорости. Хотя бы от 20-30. Пока стоим, ждем светофора. Думаете, кто-нибудь мне посигналит, когда нужно будет поворачивать. Руслан, как мне сжечь мышцы после забега? А то осенью в школе один раз визрук заболел и заменял нас этот неприятный товарищ. Степашка зовут. Учитель к предмету. Захист Вильчизни. Не знаю, что это. Это на украинском языке. Мы пробежали три круга. Хотя я мог бы пойти против его системы. Стоять на своих принципах и послать его на половой орган. Но с другой стороны, меня могли бы за это людей дать. Или мог отправить к директору преподаватель. Дружище, на будущее. Задавай вопрос по сути. Предыстория, конечно, важна бывает. Но вот я ее читаю. Время тикает. К этому, может быть, это неинтересно. И как готовитесь к жиму с венда? Эффективно ли для грудных мышц? Жим с венда не знаю, что такое. Пацаны, кто разбирается, напишите в комментах, что такое жим с венда. У нас тут ребята, в принципе, прошаренные. И скажите вообще, эффективен он для грудных или нет. Мне сейчас даже гуглить особо некогда. И я, когда отвечаю на ваши вопросы, стараюсь в интернет не лезть никогда. Я считаю это нечестно. Нечестно. Я должен отвечать, основываясь на базе своих знаний, чтобы не казаться лучше, чем я есть. Мне это очень не понравилось, поэтому всегда честен. Дальше. Как мне сжечь мышцы после забега? Дружище, не сгорят твоими мышцами после забега. И даже если катаболический фон будет высокий, поверь, анаболические процессы в последующем, от правильного питания, тренировок и так далее, все это перекроют. А в твоем возрасте тем более. Бегай сейчас столько, сколько можешь. Бегай много, подтягивайся много. Ешь, когда есть возможность. Не заморачивайся. Ты молодой. Силища в тебе поверь, природная, сумасшедшая. Способности к генерации сумасшедшие. Я в юном возрасте не знал ничего о питании. Спокойно мог бежать. Там эти 16 километров по песку на сборах. И все было просто в шоколаде. Дальше можно было идти играть в футбол, поев на обед пюре с котлетами. Ну, конечно, касается цели, спортивный. Хочется лучше восстанавливаться. Замечательно, если у тебя будет свою порцию, там, БЦА, например. Или если вопрос БЦА стоит сложный, то любые сахара. Да хоть фруктовый сок апельсиновый выпей, глюкоза даст тебе энергию, которая притормозит катаболические процессы. Конечно. У сахара есть огромное количество негативных факторов. В том числе постепенно развивающаяся инсулинорезистентность, которой стоит относиться к ней очень серьезно. И вопрос инсулина как гормона, одновременно анаболического, но с другой стороны и негативно влияющего на сустав тела, очень серьезный. Сейчас я начал вдаваться очень глубоко в вопросы, и, так скажем, вопросы инсулина, связанные с образованием жира, и с построением режимов питания, одновременно наращивание мышечной массы, и того, чтобы избегать негативные последствия от того, как инсулин влияет на набор жировых тканей. Это особенно касается частых приемов пищи, да, то есть у меня сейчас начинают понятия к тому, что лучше 3 массированных приема пищи, нежели несколько маленьких, в связи со скачками инсулина регулярных. Я это опять же буду проверять на себе и только после этого давать рекомендации, потому что сейчас отталкиваюсь одновременно и рассматриваю варианты кето-диет, лоу-карб, очень лоу-карб, рассматриваю варианты голоданий по 14-16 часов, то есть сон плюс недолгое время для дообеда, рассматриваю варианты приемов пищи, которая будет включить в себя всю необходимую калоринку, рассматриваю теорию калорийности, да, то, что для формирования тела необходим только профицит, но также рассматриваю и теорию, когда потребление калорий повышенное, и именно это вызывает метаболические процессы, на фоне контроля инсульно-резистентности можно прям набирать хорошо без образования жира, сохранять сухость тела. Много-много моментов научных, и я смотрю, что почти все исследования или все специалисты всегда упираются в одно, всегда упираются в одну систему и пытаются именно ее пропихивать. Я же сторонник всегда анализировать данные и выходить с готовым решением. Если вы посмотрите, многие рассказывают, что вот эта система работает здорово, но не дают финальный, так скажем, готовый, готового рецепта. Они просто рассказывают. А дальше разбирайся с ним сам. Я считаю, что... Я замерз, где-то потеплее. Я считаю, что если ты даешь рекомендации, ты должен на их основании давать уже условно, пусть унифицированную, но систему. Если ты этого сделать не можешь, значит, твои знания не совсем... Ты сам достаточно веришь. Кстати, смотрите, даже вот воду. Воду пью с магнием. Какая-то какого минерали была в магазине. Раз уж она была с магнием, я решил ее купить. Хотелось бы подробнее услышать про тестобустера. Например, генетика. О них мало информации. А этот продукт подходит для восстановления теста после кусаяц. Тестерон, конечно, я бы не назвал прям чистым тестобустером. Скорее, это адаптоген. Он влиять будет на восстановление тестерона, в том числе, и на белковый синтез, на зотистый баланс. Генетика работает хорошо. Применяют все, ну, большинство олимпийских спортсменов. Я за их тестерон. Для натуралов однозначно. Для химиков на базе отдыха. Да. Дороговато? Возможно. Но эффективно. При возможности рекомендую его использовать. Трибулус работает. Куча людей пишет, что не работает. Блядь. А при этом все, кто использует, то сдают по следующему анализу, знают, что работает. Я скорее склоняюсь к тем, у кого есть эмпирический опыт. Нежели, нежели те, кто прочитали, полтора исследования, сделанных на десяти людях. Десять человек это не исследование. Если человек это херня. А если исследование проводились на животных, я никого не хочу расстраивать, но, блядь, вы не мышняя обезьяна и не корова. Ну, не подходят исследования на животных для рассуждения о влиянии на человека. Если мы рассмотрим то, что ядовитое вещество, да. Если умерла корова от какого-то яда, то и человек умрет через... Ну, вот когда мы касаемся обменных процессов, воздействия там на организм в этом плане, там, гормональном, терапевтическом, еще чем-то, да, лекарственных препаратах. Я считаю, что исследование на животных очень-очень дает нам отдаленную информацию касательно влияния на человека. Решение к миофасциальным валикам. Слушайте, отличная, крутая вещь в самом массаже. миофасциальный валик, тема. Верно, пишите, что лучше после тренировок. Столько по времени. Я бы не менее 5 минут посвящал мышечной группе, которую вы хотите проработать. Чем заменить протеин, если лактоза не усваивается от того, совсем, не моментально. Ну, значит, мы с вами рассматриваем только молочные белки, где может стереться лактоза. Хотя и то ее там очень мало. Я вам рекомендую рассмотреть, ну, первым номером, наверное, яичный альгумин. Это очень-очень биологически ценный белок. Белок белка яйца, обладающий идеальным кислотным скором. Рассмотрите его. Далее это растительные белки. Их можно совмещать с яичным для повышения количества белка и экономии средств. Гороховый белок хороший, но дорогой. Это уже скорее для веганов. Необходимо вам достаточно сои. Соя генетика имеет сертификат, что она не гамошная. Мы его получаем от поставщика. Поэтому нашу сою можно не боясь, если вас беспокоит гамо происхождение, пить. Конечно, больше рыбы, больше цельных яиц, больше птиц качественных, хороших морепродуктов, мясо. Главное, опять же, чтобы оно было известного вам происхождения и вы доверяли его производителям. Росклан, после отменной самоизоляции будут еще тренировки большими дядьками? Конечно, будут. Будем снимать, делать для вас интересный контент. Изменились ли тренировки от перехода на вероятство? Рабочие веса, общая выносливость. Итак, у меня сейчас все подходит к концу вторая неделя. В данный момент позитивного влияния я не ощутил. У меня немножечко усилились боли в локтях, потому что я не пью омега-3 жирные кислоты, рыбий жир. Видимо, мне не хватает с омеги. Я купил еще льняное масло, еще добавлю. Мне не нравится состояние пищеварительной системы, мне не нравятся газики. Ну-ка, давайте по веганству. Все в отдельный ролик. Я соберу, расскажу. Посоветуйте из инъекций для профилактики лечения суставов. Профилактика лечения – разные вещи. Профилактика – это чтобы не заболело, лечение, когда заболело. Когда заболело, в большинстве случаев если это артроза, артрита, уже можно только их замедлить, они уже не лечатся, кроме, наверное, гармошкой. Ну вот, кстати, уколы самые эффективные для суставов, это, честно, гормон роста. Вот прям максимально честно. Дальше, что я еще применял для восстановления? Я колол троумель, я колол дискус-композиум, я колол... Делоуронку можно также использовать, делоуронную кислоту, PRP-терапию. Что можно сказать о массовом распространении фитнес-тренеров? Насколько актуальна профессия? Произошло перенасыщение рынка, как по-твоему? По-моему, перенасыщения рынка нет, потому что специалистов очень мало, большинство фитнес-тренеров очень неуспешные, очень мало зарабатывают, и я бы не заморачивался по их поводу никаким образом. Фура встала поперек дороги и мешает мне проехать. Ну, я сейчас... Короче. Когда у тебя довольно-таки неплохая красная машинка, это определенный бонус в прохождении сложных дорожных ситуаций. Мне кажется, иногда меня люди пропускают или там притормаживают, чтобы просто позырить. Когда на ЗСД ехал, меня упорно пытался догнать гелик, я не понимал почему. Думаю, задолбал, чувак, опасно, едешь, гелик все-таки у него парусность, прям он так, ну, резко. Я притормозил, думаю, дай пропущу человека, пусть он спокойненько. Ну, так безопаснее. Я считаю, что лучше пропустить. Он меня обгоняет, в окно машину снимает по видео. Давайте обратно про фитнес-тренеров. Перенасыщение. Их очень много, но перенасыщения рынка нет, потому что специалистов высокого уровня очень-очень мало. Просто видите, проблема в чем? Инфо-цыгане эти, блядь, сраные, которые есть в фитнесе, в фитнесе много. Все эти фитнес-школы сраные, просто которых куча. Разотные. Просто блевотина. Научить ничего не могут. В большинстве своем преподаватель фитнес-школ это имбецилы, не все, большинство. И они обещают золотые горы своим ученикам, а на выходе мы имеем, что просто люди отдают последние деньги за бесполезную для них профессию, потому что никакой они от этого плюсы потом получить не могут. Приседаешь ли ты в штангетках? Да, дружище. Только в штангетках я стараюсь приседать. Невероятно мне в них удобно. И это прям нивелирует проблемы с моими больными коленями. Здравие. Хотя и было уже в видео экспертизе врача, которая была, что в бицепсах нет нородных веществ. Все равно хочу поинтересоваться, может быть, все-таки есть какое-то густое маслице. Не то, что в ампулах и виалах, а специальные. Не поймите превратно, просто вы, не один вы, думаю, ставили витамины в разные мышцы рук. Однако форма бицепса дельта очень напоминает что-то иное, специфическое. Тут несколько причин. Первое. Генетическая предрасположенность, реально всегда были хорошие руки и очень хорошие плечи. В свое время, когда я только начинал заниматься, я на плечи делал жимы весом больше, чем жимы от груди. Хотя объемы мышечной массы несравнимы у этих групп. Второе. Как раз таки масло все верно в руках, есть и в плечи кололы, в трицепс и в жопу. Одно и то же. Это паленое маслице. То есть оно не густое, оно просто плохо рассосалось. Поэтому образовались небольшие инфильтраты, которые вызвали сейчас уже, можно сказать, незначительный дисбаланс, потому что раньше он был более яркий, видимо, что-то там чуть-чуть подразошлось. И уже сейчас меня, в принципе, внешний вид полностью устраивает и окружающих тоже. То есть меньше вопросов, меньше какого-то лишнего внимания к рукам. А так, конечно, какой-то момент было. Нет, не синтол, потому что на самом деле лучше бы был синтол. В том-то и дело, что синтол, так понимаю, что проблем таких и не бывает. Мы ехали с Ванькой Водяновым, когда помню, на семинар в Подмосковье. Он такой груз был. Что в руках? Ну, это интересно. Блин, обычная фарма. На тот момент я могу даже сейчас сказать, да, это был, это вертекс был паленый. Мне попался. Сначала колол хорошие два месяца. И он прям работал, а потом был паленый вертекс. У меня вот начались эти, так скажем, воспалительные процессы. И форма на Олимпии была явно хуже, чем на России. Просто из-за того, что была говнофарма. С чем связано, не знаю, не повезло. Вот. Такая история. Если интересно, полезно, имейте в виду. А так, к местным инъекциям в принципе отношусь я неплохо. вполне себе, потому что, особенно для соревновательных атлетов, когда есть риск, чтобы у тебя на жопе будут шишки, ну, я ставил довольно-таки немало. У меня там дозировки стандартные, там, грамм 100, грамм 500. В этом диапазоне я обычно ориентируюсь, когда ставлю фарму. Блин, на сцене бы шишки на жопе и никого бы мне плюса не принесли. Подготовка шла суммарно, то есть начал готовиться там, начале августа, а крайний турнир был самое начало декабря. То есть 6 месяцев, полгода, из них 5 турниров, по-моему, было в том сезоне. Ну, блин, много инъекций в жопу пришлось бы, просто были бы уже шишки. Чтобы их избежать, пришлось уже разгонять по местным инъекциям витаминки. Вот такая история. Оставляйте ваши комментарии, ставьте палец вверх. Правда, ребята, если не лень, делитесь видосом с своими друзьями. Прямо это поможет каналу расти, вашим друзьям получать информацию свежую, интересную. Ну, думаю, интересную, раз вы смотрите, потому что иначе было бы нелогично то, что вы тратите время. Получился ровный пуск длинный, но следующий будет еще длиннее. В тачке норм, напишите, что в тачке норм, тогда, я думаю, даже будут ролики выходить какие-то почаще, потому что в автомобиле я еду и имею возможность записать ролик. Всех поднял, всех обнял, всем пока! до сих пор, До свидания!